Анна Ивановна Перевай и Едвига Макаровна Борейко пережили блокаду Ленинграда и стойко обороняли жителей города от нападок врага. Накануне, 27 января, боевые подруги принимали поздравления от сотрудников Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Инженер Управления гражданской обороны Невского района Станислав Лебедев поблагодарил женщин за их подвиг. Нету слов тех, которые мы можем выразить, за то, что вы сделали. Спасибо вам. Анна Ивановна Перевай приехала в Ленинград учиться, но ей пришлось забыть о мечтах. Мужчин не хватало и для обороны населения стали привлекать женщин. В апреле 1942 года ее призвали в войска местной противовоздушной обороны. На тот момент ей было 20 лет. День начинался с того тревога и бомбежки. Без ограничений. Кроме бомбежек еще обстрелы. Самолеты как-то проскакивали и получалось, бомбили какие-то места, хотя наши сбивали. И самое интересное, столько предательства было. Вот начинается тревога и вдруг, вдруг ракеты пускают именно туда место, где должно произойти спуск вот этих бомб. Было предательство. Вот свободно от работы заготавливали топливо. Это тоже наши батальоны выполняли. Во время блокады Анна Ивановна работала телефонисткой. Потом поддерживала связь со штабом. Возила через весь город строевые сведения. Вместе с Едвигой Макаровной им пришлось восстанавливать железную дорогу. После войны Анна Ивановна стала работать начальником цеха катушечной фабрики имени Володарского. На этом предприятии она проработала 49 лет. За ворону Ленинграда первая медаль. Затем за победу над Германией. Ну, все, которые были установлены, это самое, ношение наград, я все имею. Вот они все у меня на груди. Едвига Макаровна Борейко на один год младше Анны Ивановны. Сейчас ей 89 лет. В блокаду она многое пережила, но страшнее всего для нее оказалось испытание голодом. В батальонах местной противовоздушной обороны она дежурила на вышках, построенных специально для дозора. Очень тяжелая была служба, когда приезжали с фронта. Мы такие еще хлипкие, худенькие. Приходилось рослого мужчину тащить на носилках. И, конечно, это было для меня очень тяжело. Я в основном дежурила на вышке. Вот холод, холод, когда темноту и все равно приходилось быть там. Ну, правда, нам в эти холода во время дежурства давали маленькие такие тулупчики, но все равно, конечно, было холодно. Во время тревоги мы осматривали все поврежденные объекты и сообщали по телефону в штаб. Значит, работали там на железной дороге, разбирали разрушенные шпалы все, а следующие там шли и, значит, настилали железную дорогу. И, значит, в одном из сараев были обнаружены наши разведчики. И вот мне пришлось, значит, их, мне еще там часть бойцов, мы, значит, их вот хоронили. Конечно, тоже трудная работа была, надо было выкопать могилу, а грунт был замерзшим, с ломами, там, наверное, полдня работали. Потом, значит, вот их туда, как бренышки, сложили друг на дружку и похоронили, поставили, значит, маленький памятник. В Ленинграде открылись бани, вы можете воспользоваться, потому что немытые, грязные. Мы, значит, наверное, на протяжении километров 10, а может и 15 по железной дороге, значит, пешком шли, трудились, а потом обратно шли пешком. Жизнь испытывала ее не только физически, но и духовно. В 42-м году погибла вся ее семья. Папа погиб на фронте, мама в отпуск уехала к бабушке перед войной, и там их немцы сожгли. Они, может, протязанили, я не знаю, как, во всяком случае, я в 45-м году туда поехала, где сообщили, что никого нет, и не ищите, и вы не найдете. 27 января для двух женщин, которые трудились на благо общества, это праздник с печальной радостью или радость с нотками грусти, потому что совсем забыть и не думать о том тяжелом времени они не могут.